Для того нам нужна, к сожалению, если вы посмотрите старые мои выступления на YouTube, я говорил, что нам нужна война, это выступление еще там 12-13 года, потому что нам нужна высокая цена на нефть. К сожалению, высокую цену на нефть, иным образом, как организовав какую-то масштабную, я подчеркну это слово, масштабную заварушку на Ближнем Востоке, невозможно. Идеально для нас была война в Саудовской Аравии, к сожалению, Саудовскую Аравию, знаете, и спровоцировать даже спецподразделениями практически невозможно. Поэтому наша такая вот реальная цель, я сейчас не готов обсуждать некие моральные аспекты, потому что в геополитике я не вижу морали общечеловеческой, жизнь человека это разменная монета. Нам нужна война в районе Ирана, или вообще какая-то заваруха в районе Ирана, неважно какая, переворот ли, военная операция ли, например, какая-нибудь катастрофа ядерного реактора, вот что-нибудь такое. Нужно что-то масштабное, чтобы у Ирана было чем заняться. Пока это слабо получается, то есть я думаю, что основный Иран будет выходить на рынок нефти, это первый квартал 2016 года, и тогда произойдет еще дальнейший подсад цен на нефть. Потому что Иран не входит ни в какие картели, а ему очень нужно, они изголодались по деньгам, и они имеют приличный объем, и они будут обваливать цены на нефть. Наша задача сделать, чтобы там была какая-то, как я уже сказал, если не военная операция, то по крайней мере какой-то взрыв на химическом заводе или на каком-нибудь ядерном реакторе что-то должно произойти. Ну так, чтобы было завуалировано без военного вмешательства и без наших ушей, как обычно. Хотя, как обычно, мы спалимся, мы так все делаем, что мы умудряемся спалиться. Поэтому война в Сирии, мы в нее вкачали уже от 300 до 500 миллионов, и прекрасно, конечно, когда, ну, опять-таки, война, как мне покажется, эта вещь, это экономическая абсолютно. Когда вы вкладываете в инвест-проект под названием «Война 500 миллионов», очень хочется спросить, а где деньги обратно, да, что мы с этого получили. От того, что мы видим черно-белые картинки, которые еще оказываются подложными, разлетаются сараи или там какие-нибудь раздолбанные грузовики горят, это, конечно, наверное, красиво и на кого-то, может быть, произведет впечатление. Ну, там, не знаю, сараи я в классе в третьем, помнится, валил, да, и даже шишины, и даже остов старого грузовика мы тоже в классе в третьем, в четвертом подпаливали. Нет, это красиво, но в классе в третьем, когда это происходит в масштабе государства, это немножко вызывает, тем более с восторгом по первому каналу нашего народонаселения, только хочется сказать, что, вы знаете, мне кажется, что это надо было пройти в третьем классе, то есть вернуться, подпалить, шины положить какой-нибудь в старый ЗИЛ, там, да, вот он загорелся, посмотреть, посидеть, там, надышаться этим, этой горею удовлетворить. То есть результаты хочется понять, вот мы там уже два или три месяца колбасимся там, то есть 500 лямб. Поэтому здесь это исключительно идет на попытка влияния на рынок нефти, другое дело, что в моем понимании эта попытка пока неудачная. Будет ли в ближайшие два-три месяца, ну, такая случайная катастрофа, я думаю, что да. Насколько она будет масштабная и удачная, ну, мы посмотрим с вами, встретимся месяца через три-четыре, и поглядим, что же там подпалили. Я просто не очень хорошо знаю экономику Ирана, поэтому я там не могу дословно сказать, что бы я на месте геополитиков с отсутствием морали, как говорится, подорвал бы. Ну, что-нибудь подорвут. Так, вот. Продолжение следует...